так куда мы с вами идем мы с вами идем за первым урожаем а что у нас за первый урожай это щавель вот у меня есть один квадратный метр щавеля с него я заготовки делаю на зиму для щавелевых щей и кто любит вообще щавелевые щи это просто находка на самом деле щавель он многолетний его не надо с ним вообще ковыряться и вот только срезай раз в неделю одну неделю на заготовку одну неделю на щи у вас раз в неделю потрясающие раз в две недели хорошие отличные вкуснейшие щи из щавеля с яичком кто как любит и зимой очень приятно достать заморозку я вам покажу как она сделана у меня вот такой первый урожай пока остался зимой покажу вам вот это щавель я его бланширую быстренько в горячей воде когда у меня на его много то есть там ну летом в течение лета или там под осенью же вот такие банки раскладываю замораживаю меня получается такой жесткий брикет вот здесь много щавеля хозяюшки точно знают что щавель очень сильно уменьшается небольшом количестве воды много щавеля и вот по таким банком разложила и я могу зимой делать зеленые щи щавелевые с яичком знаете кто любит это тоже вариант потому что щавель легко в таком формате переносит заморозку он как свежий разморозишь один к одному и еще такой лоточек еще один покажу сейчас вот такой вариант это свекла тертая вареная свекла если у вас нет места для хранения свекла очень много то есть у вас нет там под 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 полов подвалов там еще чего-то такого можно делать и так или если свекла получилась очень маленькая тогда когда она молодая она легко чистится как семечки то есть я сварил вот так хоп на скорлушил фактически две секунды и вот у вас целый лоток и в борщ и просто разморозили с чесноком с майонезом и как угодно ее можно использовать свекла прекрасно в вареном виде переносит заморозку без потери качеств по крайне мере вкусовых точно может быть конечно мы с вами витамины слегка теряем сами знаете заморозка это лучше чем консервация вот вот такие вот вещи я делаю и потом хозяюшки мои милые это настолько удобно вы достали и не паритесь что в борщ кинули этот брикет пост заранее за сутки достали она разморозилась стала мягкой добавили в больше на последней стадии у вас цвет борща будет такой что просто загляденье вот рубины и звезды москвы отдыхают и поэтому это быстро удобно и места мало то есть если щавель не заваривать а в пакетах замораживать сырой он у вас займет гораздо больше места чем он уже забланшированный в воде горячий поняли как я делаю вот имейте на заметочку что это возможно удобно и очень мало места занимает представьте стекла на борща сколько для борща сколько нам надо ну штучки 4 до наверно средних вот сюда запихали и все и мелочь мелочь свекольную по-другому не сохранишь она будет вялая уже маленькая ее потом чистить уже будет очень сложно и нечего возиться с этой шелухой вот такой вам совет от меня ваших советов тоже жду вот такие хозяюшки хорошие такое советуете иногда я прям у меня вопрос как я сама не догадалась до таких вещей которые вы мне говорите спасибо вам большое ножницы у меня физкорс мы вообще очень любим эту контуру нас топоры и ножницы секаторы все это дело с богатых времен еще физкорские поворотные то есть можно так можно их повернуть в общем тазик и поехали срезать свежий щавель смотрите молодой свежий ни одного закусанного листа еще никаких летний гусениц еще не успели на нем посидеть если его вовремя срезать он очень быстро обновляется вот буквально через какое-то время он будет уже снова такой же главное не под самый корень срезать на сантиметров 5 оставляешь с молодыми зачатками листьев вот так я повернула свои ножницы таким образом и все и обстригла ровно 20 секунд у меня это заняло и все пошли делать щи вот так